девочки приветик всем меня зовут светлана спасибо всем кто заглянул ко мне на канал сейчас я хотела бы снять еще одно видео оно такое спонтанное довольно вот что-то резко захотелось мне снять его видел недавно я такого не котенок видео вот да и вопросов довольно много накопилось в общем ответы на вопросы моих подписчиков и на то что я хотела рассказать про себя я в том что меня не было членом видео оба мне и вот как-то захотелось поделиться ну начну как было о фактах каких-то о себе расскажу о том как я попал на youtube на youtube я попала как и многие в принципе когда дело в том что я очень люблю суши и вот у меня подруга делала сама их я решила тоже посмотреть на ютубе как-то набрала в поисковике в яндексе по моему как готовить суши я набрала и вышла короче на с ютуба море видео о том как их делать где показывают их мне конечно стало интересно я их открыла вот и одно из таких видео было карамельки думаю все знают девочку она известный блогер по моему катию тоже зовут не ошибаюсь вот она показывала рассказывал как она делает суши вот я сначала посмотрела его естественно это видео и сбоку виде я вырезала куча видео и и других которые были уже на другую тему не о суши вот и были какие-то косметики а так как я себя считала и раньше и сейчас косметическим маньяком так скажем я как я говорила уже практически у всех возможных каталожных косметиков являюсь консультантом и прошли регулярно заказываю и еще какие-то сайты разными правда конечно раньше до ютуба я не заказывала так активно как сейчас вот но зато каталожной косметики очень много заказывал сейчас я как бы отошла от нее это хожу вернее от нее потихоньку и перехожу к другой а раньше я пока заказывала в основном по каталогам только в магазине практически ничего не брала то есть другие фирмы масс маркета типа лориаль мэйбеллин ну и всякие другие более дешевые такие как я уж не говорю про двухходовую косметику типа 100 рецептов красоты или чистой линии я об это на это никогда даже близко не смотрела раньше до ютуба я даже в магазинах на эту косметику вот я раньше честно говоря что это за такие копеечные за такую стоимость может продаваться только полная г если честно вот я почему-то не думал о том что каталожная косметика может быть хуже чем это дешевая в общем поэтому я на нее не смотрела даже никогда раньше не пробовал вот я ушла что-то в сторону куда-то ну вот я хотела сказать о том что что увидев у кати эти видео я начала смотреть и я очень раньше интенсивно увлекалась также макияжем мне очень нравится тени я тени маньяком также считать считаю себя мне очень нравится красить глаза и вообще когда я сажусь к зеркалу и начинаю делать себя красивее так скажем это я получаю настоящее наслаждение то есть у меня муж постоянно меня мурчит ворчит что я долго крашусь но мне по-настоящему это доставляет удовольствие вот и сейчас когда я знаю намного больше уже техник макияжа намного секретов всяких мне нравится это еще больше если раньше я красилась все равно быстрее я естественно не наносила к там особых корректоров это баз под макияж базы под тени я понятия не имела что такое конечно для меня этот год стал годом открытия многих продуктов многих марок годом открытия ютуба и всего что с ним связано ну вот я открыла видео карамельки другие видео связаны с уже с косметикой с какими-то обзорами косметики мне стало это очень интересно естественно я открывала 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 и все более новое открывала вот и меня это все затянуло причем очень сильно но надо сказать что это произошло на феврале месяце да и уже в апреле месяце я решила начать снимать сама сказать зачем я это сделала я даже сейчас точно не могу сказать я такой человек в принципе не публичный никаких опытов связанных с выступлениями на публике или с выступлением на телевидении где-то не актриса не певица я никогда не была и выступать на телевидении никогда не хотелось но так как я активно занималась эйвоном раньше и видела как многие девочки делают обзор на свои заказы мне тоже стало интересно с этим этим поделиться с вами вот естественно первые мои видео были только с руками появилась показать себя боялась что могут наткнуться мои знакомые вот и поэтому как-то вообще долгое время думала нужно ли мне это заниматься ли мне этим но вот все таки рискнула сначала показывала только руки потом перешла на лицо и как бы пока слава богу меня это обходит стороной и кто из моих знакомых еще на это не натыкался своим подругам я говорила показывала что у меня есть свой канал но никто как-то это всерьез не воспринимал и считает что это какой-то блажь какая-то баловство моё вот но меня это очень сильно завлекло увлекло был вопрос о том как мои родные знакомые относят мои родные и муж относятся к этому ну конечно мои родители вообще не знают об этом я им не показывала канал не знаю что я этим занимаюсь и вообще они мне как бы далека и далеки от этой все люди сферы они простые люди меня как бы не не понимают явно ними не поймут когда узнают а если узнают конечно вот а муж муж относится снисходительно к моему новому увлечению ему это конечно не нравится потому что я и он раньше бурчал на меня что я много трачу денег на косметику но надо сказать что до увлечения ютубом я на нее тратила много меньше я тратил зато много больше на вещи у меня прошлом году было увлечение сайтами одежды я увлеклась очень заказывала очень много сайтов одежды с сайтов таких как вон бринк сквейли и всякое такое я еще не знала про алиэкспресс про то что там те же самые вещи практически только дешевле вот и я зато много времени много денег тратила на вещи на одежду конечно ему это не нравилось тоже он на меня постоянно бурчит что я уже некуда вещи вложить в шкаф вот но я продолжала скупать все в немеренном количестве то мне сейчас проще у меня как бы на вещи я на одежду я не тратила деньги сейчас вот этот год когда влеклась ютубом но зато на косметику очень много тратил денег вообще я надо сказать один из фактов также моей жизни я очень увлекающийся человек если я чем-то увлекаюсь то я отдаюсь ему полностью у меня было время когда вот я говорю я увлеклась когда только интернет у нас появился я увлеклась например играла в симов всем известную игру на которой мне дочка сейчас сидит плотно вот когда у нас только появился компьютер си мы еще такие были маленькие какие-то примитивные но они так понравились так как у меня я была декрите у меня дочка была маленькая я вот плотно сидела на симах играла ими в любое свободное время вот потом я увлеклась форуме форумами мамскими а ну то есть когда ребенок маленький хочется общаться с такими же мамочками как ты делиться опытом ознакомиться и вот я долгое время общалась на форумах таких на космо форуме куда на космо форуме когда вероника была маленькая тела плотно на космо форуме вот потом когда родила ли они у меня был период увлечения другой игрой онлайн игрой называется парапан может кто про нее знает вот я сколько наверно куда полтора два почти сидела на ней я не тратила деньги на косметику не на одежду потому что если дело дома куда я в принципе могла ходить с ребенком погулять и все но зато я тратила деньги на игру да вот такой вот я транжира там тоже нужны деньги для того чтобы выглядеть соответственно общем это долгая история если кому-то интересно в контакте там есть фотографии с этой игры еще я их не удалял надо сказать что благодаря ей мой декрет прошел намного интереснее потому что там общение онлайн общение с людьми там мы по скайпу общались там были как бы можно возможность была мне чем нравилась игра у нас был создавать пару виртуальную общаться с человеком близко вот и я долгое время общалась очень близко с одним человеком вот ну там тоже не очень приятная ситуация не буду вдаваться в подробности вот ну в общем очень увлекающий человек потом я увлеклась и повторять одеждой сайтов разных там надо было сидела на форумах тоже вот этих которые обсуждают девчонки как выгоднее заказать что-то как подешевле заказывать какие-то акции какие-то коды бесплатные когда и заставка все это вот ими все это очень нравилось все ловить это но я много заказала вещей действительно хороших стоящие для детей для мужа ну и конечно для себя очень много всего заказывала вот и потом естественно youtube который до сих пор как бы я активно увлечена ему хочу сказать что последнее время как бы я немножко присытилась уже косметика меня уже честно говоря иногда когда вижу сколько у меня и и всего и уже нет такого желания скупать все подряд уже нет такого желания заходить в магазины и даже когда видео смотрю девчонок уже не хочется все попробовать как поначалу вот хочется конечно еще что-то остается но пока уже не такое желание большое вот и как бы я когда смотрю на это количество косметики которые у меня мне хочется не надо уже просто воротит честно говоря и не когда я вижу и не просто жалко денег сколько я потратила нее потому что как бы мне не такая большая зарплата я нет возможности скупать там люксовую какую-то косметику я не пробовал ничего из люкса я не стыжусь в этом признаться я не считаю что это как это зазорно вот и под одним из моих видео по моему да про тени там кто-то написал под мужским ником кто написал что типа девушка меня жалко у вас такие типа ни одних люксовых тени нет у вас одного типа можно все выкинуть смело не вас жалко вот и я написала что это не то не та вещь за которым жалеть слава богу мне все хорошо у меня есть муж любимый дети и в общем мне все хорошо я ничего ни о чем не жалею а вот и я думаю что возможно скоро уже как бы я пересочусь этим и это увлечение тоже отойдет потому что у меня сейчас немножко другие цели появляются в жизни немножко другие планы и возможно я скоро отойду от ютуба от видео и это увлечение очередной мое пройдет не знаю насколько меня еще хватит так ну следующий факт который я скажу о себе это то что у меня педагогическое образование да я педагогу педагог русского и литературы и начальник классов по образованию вообще я когда закончил школу у меня как бы не было знаете вот у некоторых есть я хочу стать тем то я хочу стать тем то у меня почему-то не было желания кем-то стать вот но я любила с детства играть в школу как и многие девочки я любила рассадить кукол брата у меня брат маленький младший и мы с ним играли в школу я была естественно учительницы а он был учеником вот и мне это очень нравилось я решила вот почему-то пойти учиться в педучилище вот и как бы сейчас принципе не жалею об этом но учителем я никогда не работала когда я закончила училище и узнала сколько получают начинающихся учителя а а так как я уже к тому времени собиралась замуж и как бы жить отдельно от родителей и не хотелось висеть на их шее то нужно естественно было зарабатывать нормально а я получал как сейчас помню по моему зарплата была 300 рублей вот и так как у нас вся семья работает на одном предприятии нашем городском и меня устроили туда там была зарплата полторы тысячи ну то есть как бы совсем разные разница большая вот и до сих пор как меня устроили 21 год туда там я и работаю очень надеюсь что в ближайшее время я перейду на другую работу потому что я как бы уже выросла из этой работы которая сейчас она мне уже честно говоря вот тут сидит вот тут сидит не угодно и вот и моя самая большая мечта на этот момент найти нормальную работу вот с нормальным заработком и более-менее престижно так скажем вот что еще хотела рассказать о себе